Здравствуйте! За последние три месяца мы нашли три кладбища в Иркутской области, на которых похоронены российские военные. О большей части погибших никто не сообщал. Ни родственники, ни власти. Некрологи публиковались только в каждом третьем случае. На кладбище под Ангарском волонтеры людей Байкала нашли 31 могилу. В нашем списке погибших только 10 фамилий из этого количества. В городе Шелихове на отдельном участке похоронено 11 военных. Некрологи были только на четверых. Самое большое, неучтенное захоронение оказалось на Александровском кладбище под Иркутском. Тут в основном похоронены добровольцы ЧВК Вагнер. В этом видео мы расскажем о том, как мы нашли это кладбище и о том, как поговорили с родными погибших. Впервые мы узнали о Вагнеровском кладбище в марте. Сразу несколько жителей Джидинского района Бурятии нам рассказали о неком захоронении в Иркутске, куда могли попасть их родственники. В ЧВК Вагнер им говорили, либо вы забираете тело, либо мы хороним их в братской могиле. Официально о том, где это кладбище находится, не сообщалось. И как его искать было непонятно. Но нам, как журналистам, конечно, очень хотелось его найти. Сестра погибшего вагнеровца Ивана Побокова опубликовала в соцсетях фотографию с могилы Ивана, которую ей прислали с ЧВК Вагнер. И мы на самом деле увидели, что кладбище существует. Мы поговорили с бывшим директором одного из иркутских кладбищ. Он предположил, что подобное захоронение может быть только на Александровском кладбище. Все остальные в Иркутске заполнены под завязку. А тут есть свободные гектары и укромные места. В конце марта на кладбище отправились наши волонтеры. Они нашли там сразу два захоронения. Одно на входе, официальное. Его называют «Аллея славы» или «Аллея героев». Там похоронены мобилизованные контрактники-добровольцы. Территория благоустроенная. Есть даже кирпичная стена, на которую будут выбивать имена погибших. Второе захоронение действительно оказалось в глубине кладбища. Никакого благоустройства, по крайней мере, пока тут нет. Могилы в пять рядов и на каждой венки от ЧВК «Вагнер». В этой части волонтеры насчитали 53 могилы. Еще с десяток было выкопано. Чтобы отогреть землю, внутри пустых могил развели костры. Сверху все это было прикрыто частями цинковых гробов. На спутниковых снимках видно, что участок очистили от леса в конце сентября-начале октября. От читательницы людей Байкала мы получили видео вырубки. Волонтеры отсняли оба захоронения и все могилы. Всю последующую неделю мы провели на сайтах российских судов и сайте судебных приставов. Из 53 погибших мы нашли информацию о 43. Все они были осужденными. В некотором роде это захоронение действительно можно назвать братской могилой. Тут похоронены те, у кого не было родственников, либо у кого были сложные отношения с родными. По крайней мере трое вагнерцев были сиротами. Некоторые лишены родительских прав. Кто-то избил собственного отца, другой обокрал дядю, а еще один ударил ножом в живот сожительницу. Попутно мы искали аккаунты погибших в социальных сетях и связывались с их родными и знакомыми. Очень многие отказывались от разговора, но несколько семей все же пошло на контакт. Мы нашли семью Александра Чертовских. Это урожение с Иркутской области. Ему было 62 года. В сентябре прошлого года Чертовских получил два года колонии. Украл телефон. Ну а что в деревне, господи, он? На него все плюнули, все родственники, все. Я единственная им занималась. Сестра Александра Кристина считает, что он специально попал в тюрьму, чтобы оттуда уехать на войну, потому что был патриотом. В сентябре он писал Галя, племянница. Видать, он еще тогда решил, потому что это как записка, как прощальная. И пишет, что больше никогда не приеду. И прям подчеркнул вот так. Он пошел в военкомат, его бы не взяли. Телефон украл, чтобы попасть в тюрьму, и с тюрьмы бы на войну попасть. Это единственная семья, с кем мы связались, кто был на похоронах. Они поделились видеоцеремонией. Родные забайкальца Романа Маркедонова узнали о его гибели от нас. Роману было 59 лет. Он сидел за убийство и покушение на убийство. На войну его забрали из исправительной колонии в Чите. Семья 41-летнего Александра Дурнева тоже узнала о гибели у родственника от людей Байкала. Дурнев жил в селе Уляту из Байкальского края. Позже уехал в Челябинск к родственникам. Убил человека. Сел на 8 лет в колонию. Его сестра Ксения знала о том, что Александр служит в Вагнере. Но о его гибели ей никто не сообщил. То есть, если бы не вы, я бы, наверное, чего не узнала. Штуку я писала, обращалась. Они мне вообще ничего не говорили. Чувака Ксении сказали, что не смогли дозвониться. Хотя она всегда отвечает на незнакомые номера. Потому что ждет информацию о братьях. Их у нее служат на войне трое. Один мобилизован, а двое других осужденные. Вагнеровцы. Четвертый случай, наверное, самый удивительный. Родственники Максима Герчикова из села Курумкан в Бурятии решили, что мы мошенники. Чувака Вагнера им сказали, что фотография могилы Максима может быть фейком. И что в списке погибших его нет. На кладбище в Иркутске они мне сразу, это фейк. Типа не верьте никому, пока не придет официального извещения. Мы предложили сестре Герчикова сидеть на кладбище и увидеть эту могилу. Но она отказалась. Мне достаточно того факта, что мне сказали в ЧВК. Надо будет, я в прокуратуру пойду. И найду вашего журналиста, который скидывает недостоверную информацию. Что нам удалось выяснить о личностях погибших? 17 человек сидели за убийство. Остальные за кражи, грабежи, хранение наркотиков. Почти все попали на войну в ноябре-декабре прошлого года. Основная часть погибла уже в январе-феврале. Все, про кого нам удалось выяснить, погибли в Бахмуте. На кладбище похоронены жители трех регионов. Иркутской области, Бурятия и Забайкальского края. Мы выяснили, что за смерть вагнеровца родные получают 5 миллионов рублей гробовых. Еще 100 тысяч выдают на похороны. Есть данные, что ЧВК Вагнер выкупил эту часть кладбища у города. Вот свинники. У них сын тоже с Вагнера погиб. Они сказали, что специально Вагнер выкупил землю и захоранивает. Мы пытались подтвердить эту информацию в мэрии, но нам не ответили. Мы послали запрос при службу компании «Конкорд» Евгения Пригожина. Хотели узнать, сколько еще планируется похоронить людей на Александровском кладбище. И почему туда везут людей с разных регионов России. В «Конкорде» нам не ответили. В середине апреля русская служба BBC сообщила о минимум 7 кладбищах вагнеровцев, которые сейчас есть в России. На них похоронено около 1000 человек. Родственники минимум 42 захороненных не знали о их смерти. Война с нами уже год. За это время многое изменилось. Это можно видеть по списку погибших, которые ведут люди Байкала. Сначала на войне погибали контрактники. С осени прошлого года мобилизованные. А последние несколько месяцев в России хоронят практически одних добровольцев ЧВК Вагнер. А значит, вагнеровские кладбища будут продолжать расширяться. И мы продолжим следить за этой темой. А вы следите за нами. Чтобы люди Байкала могли работать и дальше, нам нужна ваша помощь. Поддерживая нас, вы участвуете в большом общем деле. Оставайтесь с людьми Байкала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...